Однажды я отдыхал в детском лагере и был не очень дисциплинированным воспитанником. Когда после очередного приключения мы общались с руководителем лагеря, он сказал слова, которые сильно врезались мне в память, которые сильно повлияли на меня. Он сказал, назови мне хотя бы три причины, чтобы я не отправил тебя домой. Объясни, зачем я должен тебя оставить в этом лагере. И я начал рассказывать, я не буду вести себя плохо, я не буду драться, я не буду ругаться, я не буду использовать то, 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 в карты не буду играть. Но в конце концов руководитель остановил меня и сказал, мне не очень интересно слушать, что ты не будешь делать. Мне более интересно услышать, что ты будешь делать. Поэтому, говорит он, оставлю тебя надолго, на несколько минут. Вот тебе лист, вот тебе ручка и напиши просто список из пяти пунктов и просто не используй слово «не» в этих пунктах. Когда я начал писать, я понял, что действительно написать, что я буду делать, осмыслить это и понять намного тяжелее, чем сказать, я не буду этого, я не буду того, я не буду туда, я не буду сюда. И вот это упражнение, невольное упражнение, оно сильно на меня повлияло. И оно влияет на меня до сих пор. И даже сейчас, когда я общаюсь со своими детьми, я стараюсь направлять их не в том, что не нужно делать, не в том, что нельзя, а в том, что правильно, в том, в чем есть позитив, то, в чем есть какое-то движение. Кстати, говорят, японцы не используют слово «нельзя», когда общаются с детьми. Они стараются обойти это слово, они стараются использовать, обойти запреты, они стараются говорить просто «иди прямо» или «поставь, пожалуйста, это туда» или «будь осторожен вот на этом участке». Друзья, мы очень часто думаем, что христианство – это набор запретов, состоящих из таких фраз «не делай этого», «не делай этого», «не делай этого». В Библии действительно есть заповеди, которые говорят «не убивай», «не прелюбодействуй», «не завидуй». Но вместе с тем суть христианства намного глубже, намного выше и намного сильнее. Вопрос не в том, что не делать, а просто кем быть, что делать, к чему стремиться. Пожалуйста, сделайте небольшое упражнение, возьмите лист бумаги, откройте чистый файл в вашем компьютере и запишите 10 пунктов того, кем является христианин. И попробуйте в этих пунктах обойтись без слова «не». Опишите христианина как человека, который что-то делает, а не человека, который не делает, отказывается от чего-то. Присмотрите эти пункты и проанализируйте, насколько я соответствую тому, что я только что написал про христианина. Я думаю, это упражнение вам пойдет на пользу. ПОДПИШИСЬ! 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 Используйте очистку! Субтитры сделал DimaTorzok